Всем здравствуйте! Вы на канале Дача Лайф. Вот наконец-то закончилась зима 23 года. Пришло потепление, и я вышла в свой розарий, заняться соответствующими работами. А заключаться они будут в том, что я буду вырезать все почерневшие побеги моих роз. Всё, всё, что нажил непосильным трудом, всё же поим! И это действительно так. Все мои розы выглядят вот так, с почерневшими безжизненными побегами. Хуже всего, когда приходится вырезать вот такие подрощенные кусты. Отличные побеги, прекрасное цветение. В 2020 году моим розочкам тоже было не сладко зимовать без укрытия. Но все выжили, твели прекрасно. Ни один побег не погиб. А в зиму 23 года случилась с ними такая беда. Все побеги чёрные. Придётся всё вырезать. Никогда я так не волновалась. Ну ладно, пошла. Такие почерневшие побеги. Отличные кусты у меня были. Вот, пришлось как обрезать свои уже довольно-таки подрощенные кусты. Там немножко есть, пару почек. Может быть, они проснутся. Вот второй мой розарий. Тоже побеги все чёрные. И на этой клумбе тоже сейчас займусь обрезкой. Одну уже вырезала все побеги. Смотрите, какой хороший кустик Жан-Моро был. И вот, даже почечек нет красных. Вот так выглядит теперь мой розарий. Всё срезано. От моих розочек остались только вот такие вот рожки. И так обрезала я все свои розы. Была хорошая, тёплая погода. И мои розочки начали просыпаться. Я ещё только продумывала варианты реанимации своих розочек. А они уже сами рады стараться. Розочка Сент-Энер де Лили. Смотрите, с какими она уже побегами. Даже листики есть. Розочка Олевья. Розочка Сент-Оф-Вумен. Розочка Шартрес де Парм. Голубой и Шторм. Розочка Кейт. Розочка Дездемона. Розочка Клэр Маршал. Розочка Монмарт. Эптайт. Розочка Монстоун. Корнесобственная Сильвер Клоуд. От розочки Каори Козари. Вот. И вообще, видите, что осталось. Я заказала вторую. Эта корнесобственная заказала кривитую. Очень сильно пострадала поэзия. Но видите, как всё прекрасно. Совсем убитая была розочка Макароза. Смотрите, какие почечки появляются. Розочка Теодор Фонтейн. Сильно пострадала розочка Вивьен Вестой. Но выпустила пока одну почечку. Надеюсь, что и дальше она разовьёт хорошее чувство. Розочка Транквилити. Отличная розочка Розенфасцинацион. Даже из зимовки вышла с абсолютно зелёненькими побегами. Хотя она молоденькая. Осенняя посадка. И смотрите, какая замечательная зимовка у этой розы. Розочка Пастелла. Тоже новиночка. Посажена осенью. Смотрите, как прекрасно сохранился саженец. А вот замечательная Кропус Роуз. Друзья, все мои розы, кто в большей степени, кто в меньшей, все мои розочки ощетинились вот такими красными почечками. Чему я очень-очень рада. Мой розарий оживает. Большинство моих рост совершенно не подавали даже признаков жизни. Но пригрело солнышко. И после обрезки смотрите, как они активно тронулись в рост. Это розочка Парфюм де Реп. Её настолько покалечило, что я даже прикупила новую розу. Моя розочка Колумбрайне. Видите, даже прививку выперла из земли. Она первая у меня даже в середине зимы, когда была оттепель, даже покрылась плесенью побеги. И смотрите, как она замечательно возрождается. И почечки хорошие, и побеги зелёненькие. Хорошо, что она сохранилась. Совсем безжизненной выглядела розочка Терра Лимбургия. Я посадила новую розу. И видите, на ней просыпаются почки. Ну и прежняя моя розочка, которая практически погибла. Смотрите, какие она уже выпустила почечки. Поэтому я не теряю надежды, что абсолютно все мои розы возродятся, будут хорошо цвести. Весенний заказ розочки Пайн Дрим. Розочка Кока Лока. Розочка Пурпо Лодж. Абсолютно безжизненной выглядела розочка Татон. И вот какое счастье. Какие она выпустила хорошие почечки. Просто ужасно выглядела розочка Констант. Ну смотрите, тоже возрождается. Какие отличные выпускает почечки. Очень переживала за розочку Крем Карамель. Но смотрите, как она замечательно выпускает почечки. Очень рада, что она у меня сохранилась. Моя красавица и любимица Синка де Майя. Как хорошо, что пробуждаются мои красавицы. Розочка Гуэрнси тоже великолепно перенесла эту непростую зиму. Выпустила отличные побеги. И сама роза прекрасна. Отличная зимовка у розочки Белвью. А вот моя любимица розочка Лав Сонг. Смотрите, сколько выпустила почек. У меня две розочки посажены. Они в разных местах. Даже японочка Габриэль. У которой вообще не было даже намека на то, что она живая. И смотрите, какая удача. Выпустила какой отличный побег. Замечательная зимовка прошла у розочки Жорден де Франс. У меня и у этой розочки три кустика. И все три перезимовали на отлично. Очень красивая роза Мерхенцаубер. Очень сильно досталась моей красавице. Но она не сдается. И главная задача сейчас для меня обеспечить им хорошие подкормки. Никаких стимуляторов не будет. Потому что розы ослаблены. Только подкормки соответствующие. Главное их укрепить. Роберто Капуччи. Посмотрите, разве это не чудо? Для меня это чудо. Потому что с многими розами, практически со всеми, я распрощалась. Что же спасло мои розы? Я уверена в том, что это в большей степени хороший подвой. В этом году у нас в Беларуси вообще зима была очень странная. Столько дождей было. Лишь бы весна не подвела. Если у кого-то не сложилось в этом году и были серьезные потери, не отчаивайтесь. Все можно поправить. Ведь мы уже живы. Вот уже и пионы бутончики выпускают. С розами, конечно, становится все сложнее. В каждой климатической зоне свои трудности. Все чаще случаются сырые зимы. А это самое худшее для розы. Укрытие роз все больше становится спорным. Конечно, можно создать и самые лучшие условия. Но хорошего результата можно не получить. Каждый может быть прав в своих утверждениях, если повезет с погодой. Но только весна даст оценку всем методам. Я поделилась своим результатом зимовки. Как будут развиваться мои розочки, покажет сезон. Розария – это бесконечная смена впечатлений. Зимой мне было очень сложно. Я думала, что я совершенно останусь без розария. Но пришла весна, и ситуация изменилась. У меня, конечно, на душе радость. Потому что я осталась с розами. Потери у меня не случились. Вот сейчас будут распускаться пионы. Тоже необыкновенная красота. Многолетники. Да, побеги пришлось вырезать. Но главное, что корневая система осталась невредимой. Я думаю, что все мои розы будут хорошо цвести. Вот, дорогие друзья, на этом я заканчиваю. Оставайтесь на канале. Заглядывайте почаще. Будут новые темы. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok